На слуху в эти дни оказалась новая Каховка. Я имею в виду сообщение Генерального штаба о том, что оккупанты покинули этот город. К сожалению нашему большому эта информация была опровергнута, но тем не менее она привлекла внимание на основу Херсонской области. Понятно, что мы сейчас следим в основном за событиями на Востоке, а как ситуация обстоит на этом участке фронта? Какая там оперативная ситуация? Насколько россияне близки к этому жесту дохлой моли? И может ли этот сценарий применим и к Левобережью, как это было с правым берегом области? То, что было показано по новой Каховке, это просто была часть марлезонского балета, которая называется «Ротация». Россияне по ротации уходила одна часть, а так как они уходили, они всегда обязательно что-то своруют. Но это россияне без этого не могут. Потому заходы и в дома, и мародерство, которое заметили, естественно, и наша разведка, и неравнодушные граждане, было восприняно так как выход из Каховки. Хотя реально, если касаемо части, которая уходила и мародерничала, это действительно был выход, и они действительно покинули Каховку. Просто заходила другая часть, причем на другие участки. То есть они рассредотачивались уже не в сам город, рассредотачивались, там остались блокпосты, хотя количество блокпостов иногда уменьшилось в 2-3 раза. То есть по новому саму систему обороны в районе Каховки россияне уже выстраивают. Они готовятся к форсированию Днепра украинскими войсками в районе Новой Каховки. Это уже понятно, уже даже понятно по их ротации. Ну и это логика процесса. То есть оптимальный вариант – это именно пересечение Днепра, форсирование Днепра по дамбе Каховского водохранилища через ГЭС. Естественно, новая Каховка, а там дальше чуть больше 70 километров до Армянска, до Крыма. То есть это одно из приоритетных направлений наступления. И к этому готовятся, естественно, наши войска, ну и россияне пытаются, по крайней мере, к этому подготовиться. Если наступление, допустим, будет только с Новой Каховки или там с Херсона на Армянск, то россияне попытаются еще опираться. А вот если будет параллельно два наступления, одномоментно, если будут, допустим, из-под Орехова наши начнут двигаться на Мелитополь, а с Новой Каховки на Армянск, вот здесь будет очень большой исход. Очень большой и очень быстрый исход российских войск, так как они будут оказываться не просто даже в оперативном, в полном окружении. Причем исход будет с Левобережья вплоть до Энергодара, то есть до Васильевки, со всего Левобережья. Ну, я думаю, наше руководство вот что-что, а в этом они очень хорошо разбираются, наши военные виртуозы такого рода разрабатывания операций. И потому, я думаю, этот вопрос будет именно так решен. То есть будет определенное давление для того, чтобы россияне сами приняли решение очень быстро уходить с Левобережья. Ну, будем ждать. Уходить они умеют, и делают это действительно очень быстро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok